Добрый вечер. Я рада возможности продолжить наш цикл лекций на тему художника власти. И первая часть этой лекции была посвящена теме «Истоки либерального мифа». В ней рассматривался вопрос, откуда возник этот миф, чем был он обусловлен, и почему художники, которые утвердили свое имя до распада СССР и вообще некоторые еще до Советского Союза, возводятся теперь благодаря либеральному мифотворчеству в разряд культовых художников. А вот вторая часть этой лекции будет посвящена рассмотрению тех практик, реальных практик, исторических практик отношений художника и власти, которые показывают узость этого либерального мифа. Они показывают его бедность, потому что эти отношения намного богаче и не сводимы только к тому, что художник – жертва, а власть – это демюрк зла. Вот рассмотрим эти разные типы отношений. Итак, первый тип взаимоотношений художника и власти. Я бы назвала так. Есть нейтральное отношение. Да, оно существует между художником и властью, когда отношения, когда противоречия общественных отношений не достигли той остроты, которая начинает прочерчивать демаркационную линию между художником и властью. А такие отношения относительно спокойные и отношения, которые позволяли художнику работать, имея свои студии художественные, свои мастерские, и возможность иметь поддержку со стороны государства. Такие необходимые для творчества. Такие периоды были. Они были в 60-е годы, в начале 70-х годов. Но я перейду сейчас к другому типу отношений. Отношения, как не покажется вам, может быть, удивительно, но уж точно это будет перпендикулярно либеральному мифу. Отношения сотрудничества художника и власти. А так как мы рассматриваем эти практики на протяжении всей истории Советского Союза, то я начну, казалось бы, с самого напряженного периода. Это революционный период. Уж казалось бы, одно выражение, одно понятие диктатура пролетариата, наверное, была такой мощной институцией, угрожающей свободе художника, что здесь говорить-то особенно ни о чем. И тем не менее, действительно, я действительно... Период был очень сложный. Кстати, я добавлю, понятие диктатура пролетариата, как сказал Луначерский, я полностью разделяю, это тоже феномен культуры. У нас слово диктатура, может быть, оно фонетически звучит очень резко, но на самом деле диктатура пролетариата – это тот тип власти, тот, порождающий особые общественные отношения, которые позволяли развернуться в низовому культурному творчеству, именуемому культурной революцией 20-х годов и развернуться многим разным идейным художественным течением. Но это предмет особого разговора. Я очень надеюсь, мы его коснемся. А вот сейчас я посмотрела бы второй такой тип отношений – сотрудничество художника и власти. Действительно, возникает такой вопрос. Что привлекло в этот революционный период самый, казалось бы, опасный, напряженный, когда эти изломы истории вовлекали в свою логику и художника, и представителей власти? И тут возникает вопрос. Что привлекло многих художников, многих художников, которые утвердили себя, свое имя еще до революции? Пойти на сотрудничество с властью. Пожалуйста, я могу назвать некоторые только имена. Собинов, Брюсов, Грабарь, Кандинский, Блок, Мерхольт и многие-многие другие. А вот сейчас я попробую вам назвать некоторые факты сотрудничества художника в этот революционный период. Первый – март 1918 года. Петроград. Блок приступает к работе в Петроградском театральном отделе наркомпроса в качестве председателя репертуарной секции. В апреле 1918 года коллегия по делам изобразительных искусств, куда входит Коненков, Коровин, Кончаловский, Татлин, Щусев, начинает свою работу. В мае 1918 года создается комиссия по сохранению и распространению памятников живописи в России под руководством Игоря Грабарь. В октябре 1918 года одним из руководителей свободных государственных художественных мастерских назначен Кандинский. В январь 1919 года Брюсов утвержден в должности заведующего Московским отделом библиографического отдела наркомпроса. В сентябре 1921 года открывается Государственная библиотека показательный литературный техникум, и среди профессоров там работают Андрей Белый, Брюсов. В июне 1922 года создается единый отдел искусства, подчиненный научной коллеге пролеткульта и заведующий этим театральным отделом назначен Сергей Эйзенштейн. А в 1925 году в Ленинградском государственном институте истории искусств преподавателями работают Тынянов, Томашевский, Ихенбаум, Жермунский, Щерба, Виноградов, Ларин и Кубинский, Бернштейн. И да, вот, пожалуйста, еще в феврале 1922 года Бахрушин назначается заведующим созданного им же театрального музея. Ленин подписывает охранную грамоту ученому и общественному деятелю Танееву. В Симферополе Симферопольский военно-революционный комитет, а это май 1919 года, постановляет объявить дом Чехова в Ялте национальным достоянием и назначить Марию Павловну Чехову, сестру писателя, пожизненной хранительницей дома писателя, с назначением ей жалования. И надо сказать, что многие художники включаются в новую культурную политику молодой советской власти, и это включение, с одной стороны, оно радует тем, что здесь этот период показывает встречное движение художника и советской власти. Причем художника, который не обязательно был членом ВКПБ, нет, не обязательно партии большевиков, не обязательно. Даже Маяковский не был членом большевистской партии. В этот период. Это одна сторона. Вторая сторона, что многие художники, они были наделены правом определять художественную политику. И эта практика формирования этой художественной, не культурной, художественной политики, иногда приводила к таким достаточно конфликтным ситуациям. Ну, например, когда были художественные мастерства, создавались, не создавались, а когда делался набор художественной мастерски, ну, еще тогда не был Ленинград, в Питере, я называю так, то там ребята, которые приезжали из деревень, из малых городов, чтобы учиться, имеющие, конечно, способности для того, чтобы учиться, обретать навыки, уже профессиональные навыки в живописи, они хотели включаться и работать, учиться под руководством Ярошенко. А идеологи вот этой художественной политики, они перенаправляли их, например, к Лентулову. Ребята, эти студенты, в общем-то, не очень. Это шло вразрез с их намерениями. Эти практики можно рассматривать, ибо там складывались, проявлялись противоречия, когда художники, которые пошли на сотрудничество с советской властью, с одной стороны, они действительно давали определенные навыки, провозили некое такое воспитание художественного видения у этих ребят, а с другой стороны, там они давали волю проявлению своего конфликта и неприятия старой академической школы. Поэтому дело иногда доходило до того, что в этих мастерских с окон выбрасывались образцы, гипсовые образцы, которые были необходимы для учебного процесса. А вообще-то эти образцы считались произведениями искусства. Вот эти практики проявили противоречие не только советской власти, но и противоречие самих художников. Противоречие нельзя рассматривать, еще раз бы напомнило, как понятие недостатки, ни в коем случае. Именно противоречие. И здесь я бы хотела еще раз уточнить такую диалектическую позицию большевиков в определении культурной политики. Не для того, чтобы мы завоевали советскую власть, чтобы культурную политику отдать на откуп кому бы то ни было, даже о художниках. Нет. А вот вопросы художественной политики мы не будем вмешиваться. То есть вопросы, связанные с определением стиля, методов, форм творчества, это остается на территории решений воли самого художника. Вот это принципиально важно. Отметить определение границ культурной и художественной политики. И здесь я хотела бы напомнить еще об одном факте, достаточно любопытном, о котором я узнала не так давно. В 1932 году вышла книга Шаляпина «Воспоминания. Маска и душа». И она была им написана в эмиграции, где он упоминает о таком факте, когда, узнав, что уникальные реквизиты Мариинского театра, руководители, вот эти революционные руководители пытались раздать по провинциальным театрам. Но ведь эти костюмы, эти реквизиты делались под определенный репертуар. И вот так распорядиться таким бесценным художественным арсеналом нельзя было. И Шаляпин, видя, что возникает такая угроза, он отправляется в Москву и говорил, что... Причем не кому-нибудь, а к Ленину. Он ищет возможности встречи с Лениным. Потом он в этой книге пишет, что... Это, конечно, было трудно, но не настолько трудно, как попасть к Зиновьеву в Питере. И вот он... Я вам прочту, зачту, это очень важно. Сама атмосфера и то, как воспринимал Шаляпин эту встречу. Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, а проходя по коридорам, там, конечно, стоял патруль везде. И я зашел в комнату, совершенно простую, разделенную на две части, большую-меньшую, стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола стояло кресло. Это был сухой рабочий кабинет. И вот из маленькой двери, из угла, покатилась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой и с бородкой. Ленин. Он немного картавил на «эр». Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я, как можно вернее, внятнее, началась рассусоливать очень простой в сущности вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичом. Он коротко сказал, «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я все отлично понимаю». И тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать ему все это не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичным. Это, пожалуй, вождь, подумал я. А Ленин продолжал. «Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону». Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте, и никто их больше не пытался трогать. Вот и в завершении вот этого маленького подраздела я бы хотела упомянуть еще цитату Маяковского. Он сказал, что при всех трудностях советская власть меня не поняла, но помогла как никто. Его «Мистерию Буфа», и он напоминает, публиковали четырежды тиражом 30 тысяч экземпляров. До революции это было в лучшем случае 2 тысячи экземпляров. Но сегодня для ученых эти цифры звучат почти фантастически. И он говорил, Маяковский подчеркнул, нигде бы, никогда, ни в какой стране и не получил бы такой помощи. Вот это очень важно понимать, что практики сотрудничества были. И более того, эти практики сотрудничества, они возникали, как ни странно, прежде всего в силу предложений со стороны большевиков, со стороны советской власти. И это сотрудничество имело очень много положительных результатов. Теперь я бы хотела перейти к следующему вопросу. А как советская власть относилась к художникам, которые стояли, были вообще-то врагами советской власти? Так вот, приведу маленький пример. По личному указанию Ленина был издан сборник рассказов о Верченко «Дюжина ножей в спине революции». Вообще трудно представить более издевательскую книгу о советской власти, чем эта. И надо сказать, что художникам, которые имели политически идейную, противоположную советской власти позицию, это в 1920-е годы было, это не было исключением для многих художников. Например, вот что пишет Герберт Уэллс, когда он был в Петрограде в это время. Горький в России занимает особенное место. Совершенно исключительное положение. Он не более коммунист, чем я. И мне довело слышать, как он у себя на квартире, ничуть не скрывая своих взглядов, возражал против крайности в споре с такими людьми, как Бабаев, в недавнем прошлом председатель Петроградской чрезвычайной комиссии, и Залуцкий, который Горький не столько спорил, и Залуцкий. Причем Горький не столько спорил, сколько осуждал. Причем делал это в присутствии двоих глубоко заинтересованных и пытливых англичан. Это вот он писал в своей книге, вспоминал «Россия об Англии». И еще примеры приведу. Вопрос, который стоял на повестке большевиков, это озабоченность учеными и художниками. Вы знаете, что тем же ученым давались пайки, которые не давались рабочим. Это была возможность более усиленного обеспечения продовольственными пайками и некой заботой о художниках и писателях. Здесь можно привести пример с усадьбы Льва Николаевича Толстого или с такими учеными, как Тимирязев, Павлов и так далее. Так вот, я сейчас приведу пример, тоже достаточно такой мне малоизвестный. Это когда по ходатайству Горького Ленин направляет телеграмму Орловскому губисполкому с просьбой о проявлении наибольшей осторожности и беспристрастия при расследовании литератора Ивана Вольдова и просит освобождение, Ленин просит освобождение под особый серьезный надзор. В апреле, в этом же месяце, Ленин сообщает Горькому об освобождении писателя Вольного. В октябре Ленин посылает телеграмму председателя Орловского исполкома с требованием выслать в Москву на адрес обнаркома все рукописи, которые были отобраны у этого литератора. И осенью 1919 года Ленин принимает писателя Вольного, беседует с ним. Ну, беседуют они, говорят о тех наблюдениях, которым Вольный был свидетелем, и о его творческих планах. Не знаю почему-то, может быть, по какой-то такой ассоциации я вдруг вспомнила, не имеющий прямого отношения к тому, что я сейчас, и к теме этой лекции, но я вдруг вспомнила, что сын Марии Николаевны Волконской, Михаила Волконской, когда он стал сенатором, он скрыл книгу своей матери из личносемейного архива. Ну, причем об этом он говорил, кстати, Некрасова. И только спустя 40 лет после смерти матери он опубликовал, решил сдать в печать ее книгу. Вот я это говорю о том, как отношение к художественному наследию продиктовалось не только идейными позициями, она продиктовалась очень многими другими мотивами. Да, и вот говоря о том, как Уэллс описывал встречу с Горьким в его квартире, этот пример показывает, что идейные расхождения далеко не всегда порождали антагонистическую позицию между художником и властью. А уж как Ленин сколько времени, внимания, сил уделял Горькому, ну, я не знаю, с кем бы так носились, не случайно, Майковский, потом, когда Горький был на капре, пишет очень едкое стихотворение в адрес Горького. Ну, Горький, видимо, тоже не забыл эту критику. Следующий тип отношений, когда художник ищет покровительство у власти. Здесь бы я рассмотрел в этом вопросе отношения Булгакова и Сталина. Нечипоров, один из исследователей творчества Булгакова, пишет, изображение отношений поэта с властью, имея в виду Булгакова, поисков покровителя, предательства конфликтов с толпой, имеет для самого автора программный мировоззренческий смысл. И действительно, с одной стороны, в пьесе о Мольере Булгаков в центр этого ставит более явственно, выдвигает роковой, казалось бы, надисторической по своей природе противостоянию гения и тирана. Это отмечал, кстати, в своих работах Борис Гройс. Вот что он писал. В романе Булгакова моралистическому, пролетарскому, классовому сознанию, здесь классовое сознание взято в кавычки, противостоит своеобразный союз избранных, пропуск в который дается по ту сторону добра и зла, и которому принадлежат как властители над реальностью, вроде Сталина, так и властители над воображением, вроде мастера. Надо сказать, что в 30-е годы вопрос отношений со Сталиным и вообще фигура Сталина очень волнует, очень волнует Булгакова. И вот сама супруга Михаила Булгакова, Елена Сергеевна Булгакова, пишет, Михаил ответил, что единственная тема, которая вас сейчас интересует, это о Сталине. 6 января 1939 года, она продолжает в дневнике писать, Миша взялся после долгого перерыва за пьесу о Сталине Батум. В основу были положены события Батумской стачки, рабочих 1902 года. И еще одно воспоминание Хмелева, замечательного артиста, актера МХАТа, который пишет жене Тополевой, был у Булгакова, слушал пьесу о Сталине, грандиозно. Это может перернуть все верно. Я до сих пор нахожусь под впечатлением и под обаянием этого произведения. Утверждает, что Сталина должен играть я. Поживем, увидим. Заманчиво, необычайно, интересно, сложно, дьявольски трудно и очень ответственно, радостно, страшно. Вот я сейчас прочту отрывок из воспоминаний Гершензон, который, отрывок, в котором описывается, как на съезде в ЛКСМ встретились Пастернак и Чиковский. Вчера на съезде, это пишет Корней Чиковский в ЛКСМ, сидел в шестом или седьмом ряду, оглянулся, Борис Пастернак. Я пришел к нему, взял его в передние ряды, со мной было свободное место. Вдруг появляется Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов и Сталин. Что сделать с залом? А он, он, написано с большой буквы, стоял, немного утомленный, задумчивый, величавый. Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. Я оглянулся. У всех было особенный, нежный, одухотворенный и смеющиеся лица. Видеть его, просто видеть. Для всех нас было счастье. К нему все время обращались, с какими-то разговорами, и все время обращалась Демченко. И мы все ревновали, завидовали. Счастливо. Каждый его жест воспринимался с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы серебряные. И, показав аудитории с прелестной улыбкой, все мы так и зашептали, часы, часы. Он показал нам часы. И потом, расходясь уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах. Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова, а я ему. И оба мы в один голос сказали, ах, это же Демченко, заслоняет его. Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью. Вот я прочитала этот пример не для того, чтобы сказать, а вот видите, они вот такие, сякие, сталинистые. Понимаете, я хочу показать сложность, не арифметическую, а сложность в закону высшей математики, вот той реальности, которой была сложнейшая диалектика. Понимаете, это подтверждает еще раз положение марксизма, о том, что человек – продукт общественных отношений. Действительно, эпоха 30-х годов формировала это культовое отношение к Сталину. И, надо сказать, и не без участия самого Иосифа Виссарионовича. Это даже заметно, когда смотришь съемки, киносъемки, кинопленку, когда Сталин находится на, зашедшем на мавзолей, ты видишь его лицо. Вот если смотреть на лицо Ленина, выступающего, вы даже видите фотографии, сделаны некачественно, трибуны, и Ленин стоит под наклоном, потому что он весь устремлен к массам, он устремлен к аудитории, чтобы быть понятым, сказать чрезвычайно важные вещи. И там все продиктовано, даже физика продиктована этой содержательностью. А у Сталина, мы видим, там этого порыва нет. Там есть в лице некое самосознание себя как некой надысторической субстанции. Можно со мной спорить, но это отдельный разговор. Может быть, это чисто мое субъективное такое восприятие этой фигуры. Но я хочу сказать другое. Этот пример с Чайковским и Пастернаком я привела не в связи с тем, чтобы дать вот оценку, клемить какими-то идеологическими словами, ни в коем случае. Этот пример показывает, подтверждает положение, известное положение марксизма о том, что человек продукт общественных отношений. Мы возьмем пример с Константином Симоновым. Потом Симонов говорил, да, хорошо, если бы уже потом, в 60-е годы, после 20-го съезда он писал. Да, конечно, было бы хорошо, если бы я не писал своих стихов о Сталине. Но я не могу от них отказываться. Это и моя биография, это и история, факт истории. Но, с другой стороны, я сегодня, осмысляя ту эпоху, должен учесть и те противоречия, острейшие, трагические, которые были тогда. Для меня важно, понимаете, это не... Я не верю людям, которые, ну, сейчас несколько утрированно скажу, которые говорят, вы знаете, мне было два года, я уже тогда понимал, что Сталин там подлец, тиран и так далее. Понимаете, человек, сознание человека, редко когда оно совпадает с его пребыванием на том или ином, в тот или иной период истории. Сознание либо забегает вперед, либо, наоборот, отстает даже от поступков человека. Поэтому здесь и Пастернак, и Чайковский честно являют себя как продукт вот этих общественных отношений. Другой вопрос, какова была эволюция этих взглядов, она естественная была. И вот это надо видеть в развитии, смотреть на эти взгляды в развитии. Я бы еще напомнила бы несколько фактов. Вот такой. Когда покончила с собой жена Сталина Аллилуева, то писатели, 33 писателя, по поводу такого трагического факта выразили свое соболезнование сочувствия Сталину. Пастернак не стал, он не присоединился к этому письму. Он написал это письмо, написал свое письмо отдельно. И в своих записях у него есть такая строчка. «Вчера думал о Сталине впервые как художника». Вот это о чем-то говорит. Потом мы вспомним, Мандельштам писал тоже о Сталине. Кстати, этого не сделал Маяковский. Так вот, показывая, что художник всегда находится во власти общественных отношений. Другой вопрос, как он это осмысливает, как он осмысливает это время. И часто это самосознание своей эпохи и самой эпохи находится в достаточно таких острых противоречивых отношениях. Кстати, я вспомнила, по-моему, Энгельс писал, что для него Бальзак оказался дал гораздо больше, чем некоторые экономисты в своих газетных, журнальных статьях о той эпохе, в которой формирование вот этого капитализма и формирование нового класса буржуазии, хотя Бальзак не был никаким революционером. Это мы рассмотрели этот вопрос, когда художник сам ищет покровительство власти. Так вот, художник, критикуя советскую власть в брежневский период, мне кажется, иногда это дело не в силу неприятия вот этих форм отчуждения, которые были тогда, а просто в силу того, что этих художников власть не звала к себе на дачи, не искала с ними дружбы и так далее. То есть, вот в этом сказывалась некая подспудная тяга и поиск покровительства со стороны власти. Ну вот, есть такая проблема. Теперь рассмотрим следующее. Следующий тип отношений – это отношения уже не между художником и властью, а между самими художниками. И я бы сказала, что конфликты возникали действительно не только между представителями начальством партийным или представителями руководства союза писателей, творческих союзов, но они возникали между самими художниками. И эти конфликты имели очень разную основу. Вот, например, один известный конфликт между Малевичем и Шагалом. Вы знаете, что, ну, хорошо знаете, что Шагал решил создать свою школу с ее мастерскими, где могли бы обучаться художественному мастерству, художественному видению, истории искусства. Студенты. Он приезжает в Витебск и обращается к представителям советской власти. Ему выделяют помещение. Это достаточно красиво. Ну, по-моему, это банк Ротшильда, если я не вру. Хорошее, замечательное помещение. Представим, сейчас это возможно или нет. И он начинает, разворачивает там эту деятельность замечательную, приглашает туда Малевича. И там возникает конфликт достаточно серьезный между ними. Это отдельный тоже вопрос. Но, скажем так, конфликтом стало, видимо, различие в понимании вектора этой деятельности. Ну, и, может быть, даже и такой вопрос, как мера различия в мерах влияния этих двух художников на студентов. Шагал в письме Катенгеру писал, «Оба мы устремились одинаково к левому кругу искусства, однако различно смотрим на средства и цели его». Ну, и Шагал после этого тяжелого для него конфликта покидает вообще Россию. Теперь я хотела бы рассмотреть вот в вопросе конфликта между художниками, казалось бы, но невозможное. невозможное противостояние между такими фигурами, писателями, казалось бы, одной биографии, одной истории, одного типа культуры и между художниками, которые когда-то были друзьями. Я имею в виду Цветаеву, Марину Ивановну и Мандельштама. В 1926 году выходит письмо Марии Ивановны Цветаевой Петру Сувчинскому, где она писала «Мандельштам. Шум времени». Книг зачитываю, потому что здесь у Цветаевой вообще невозможно ее пересказывать, потому что этот стиль, где каждое слово становится не просто художественным, оно становится понятен. Так вот, зачитываю. «Мандельштам. Шум времени». Книга баснословной подлости. Книга у него вышла, я не помню, в 1926 году, по-моему. «Пишу. Вот уже второй день яростную отповедь о своем отношении к этой книге. Цветаева скажет в своем открытом письме Мандельштаму». Это вот тоже поступок. Не за спиной кого-либо, но Цвета вообще была человек открытый и открытая для культуры, для других. И вот послушайте, что она пишет Мандельштаму. «Эта книга презренийший из людских особей, эстета, вся до мозга кости». В скобках. «Мозг есть, кости нет, гниль». Вся подтасовка без сердцевины, без сердца, без крови, только глаза, только нюх, только слух, да и то предвзятые с поправкой на 25-й год. Формально Цветаева вообще в чем суть конфликта? Она возмущена крайне бездушным по ее отношению, по ее мнению отношениям Мандельштама к событиям Крымов времен Гражданской войны и к Добровольческой армии, в частности, к одному из его участников. Я не буду пересказывать, вы возьмете, почитайте подробно это письмо, но здесь важно другое, что вот это понимание своего понимания, как она считает принципиальные позиции Мандельштама и ее позиции, а ее позиция всегда была принципиальной. Кстати, это роднило ее с Майковским. Это люди всегда, это были люди принципиальных взглядов, более того, это были художники принципиального бытия. У меня даже есть, я вела такое понятие принципиальность бытия. Вот это роднило их, несмотря на то, что, казалось бы, в разных станах они находились, но это породило понимание, взаимопонимание их природы, как со стороны Майковского, так и со стороны самой Цветаевой. Если вы возьмете, почитайте ее статью, где она дает такой, не то, что сравнительный анализ, она дает показывать два портрета на таком сопоставлении Пастернака и Майковского. Причем так точно, что просто удивляешься. Я не знаю, кто бы так точно понимал Майковского. Вот даже по художественному методу, если Пастернак пишет о горе, то гора становится Пастернаком. Если Майковский пишет о горе, гора, Майковский становится горой. Но как можно сказать более талантливо, более точно и по сути. Так вот, в этом письме, в открытом письме к Мандельштаму она дает свою принципиальную оценку этому поэту. Послушайте, даже зачитывать сложно. Нереволюционер до 1917 года, революционер с 1917 года, история обывателя, история негромкая, нелюбопытная. За что здесь судить? За то, что Мандельштам не имел мужества признаться в своей политической обывательщине до 1917 года, за то, что сделала себя героем и пророком назад, за то, что подтасовал свои тогдашние чувства, за то, что плевал то, что по-своему, по-обывательски, но все же любил. Это не шум времени, это на книге. Время шумит в прекрасной канунной поэме Маяковского «Мир и война», в рабочем Гумилёва, в российских пожарах блока шум времени, всегда канунный, осуществляющийся лишь в разверстом слухе поэта, предвосхищенный им. Маркс мог знать, поэт должен был видеть. Вот люди одного, казалось бы, классового положения, одной культуры, одной эпохи, одной истории, вы посмотрите, как принципиальность бытия провела демаркацию между писателями одного культурного стана, идейного, казалось бы, стана, а нет. Еще один бы конфликт рассмотрел между Тарковским и Солженицыным. Тарковским, хорошо, вы тоже знаете, он сделал фильм Андрей Рублев, по-моему, поначалу этот фильм назывался «Страсти по Андрею», и фильм этот был закончен, если я не ошибаюсь, в 1966 году, а в 1967, по-моему, он уже был показан за рубежом, странно, как-то сначала почему-то показан за рубежом, потом у нас, и там была сложная тоже история с этим фильмом. Но после того, как Тарковский уезжает, остается за рубежом, выходит статья Солженицына. Солженицын дает критику Тарковского. Вот об этой критике пишет Рейфман. В 1984 году, когда Тарковский уже заявил о невозвращении в СССР, против него с возмущенной отповедью выступил Солженицын. Он обвинил режиссера в том, что тот исказил историческую правду в угоду сиюминутным соображениям успеха у зрителей. Тарковский был удивлен. Причем, да, добавлю, Солженицын говорил, что якобы Тарковский в одеждах своих героев Андрея Рублева сводит свои счеты с советской властью. Тарковский был очень удивлен. И он не ответил, конечно, Солженицыну, но потом, я не помню, он кому-то писал, что да я вообще никогда не выражал свое отношение к советской власти, меня это не интересует. Меня интересует творчество. И я совершенно не ставил задачу критиковать советскую власть таким странным способом. Я вообще никогда не занимался критикой советской власти. Меня как художника эта проблема не интересует. У меня другие внутренние задачи. Причем многие его претензии, Тарковский пишет, я уже слышал в Москве от своего кинематографического начальства, как это ни странно. Мне было интересно разобраться, что за всем этим стояло. Причем этот конфликт был инициирован Солженицыным. Так вот, первый вопрос. Солженицын дает такую оценку творчества Тарковской, его позиции в 1983 году, по-моему. А фильм там вышел почти 20 лет назад. Почему же вы раньше не дали такую критику? Хорошо, вы там не сразу могли увидеть этот фильм, но все равно, почему бы это не было сделано раньше. И я, может быть, сейчас скажу не очень красиво, но мое глубокое убеждение, что когда Тарковский покинул СССР и оказался за рубежом на Западе, он вызвал большой интерес. Большой интерес, потому что Солженицын уже была несколько такая отыгранная фигура, причем такого фигура политического характера, политическая, в общем-то, фигура, писатель-политик, а тут появляется просто художник, который не связан ни с какими политическими конфликтами, который заявил себя фильмами и сталкер Андрей Рублев, который не оброс никакими предварительными представлениями о нем, как о неком диссиденте и так далее. Это была фигура свежая, интересная и вызывающая интерес, достаточно широкий в среде культурного сообщества Запада. И, видимо, Солженицын почувствовал в нем возникла такая ревность, потому что он понимал, что фигура Тарковского, который не ставил своей цели обрести какое-то политическое имя, отодвигает, задвигает отчасти значение самого Солженицына. И я думаю, что этот конфликт был вызван именно этими вещами. Следующий момент. Я бы хотела, да, и тут бы я хотела бы сказать о конъюнкторном отношении к власти. И здесь я бы упомянула опять имя Солженицына. Вы знаете, я познакомилась с его выступлениями в Конгрессе, я сначала даже не поверила, что такое так можно было говорить. Зачастую некоторые его выступления. Это выступления, которые пришлись на 1975 год и в Америке, где еще не стихли до конца волнения, связанные с Вьетнамской войной, с выступлениями. А эти выступления против Вьетнамской войны были очень широкие, масштабные, и они подняли градус общественного недовольства в Америке тогда, вот послушайте, что выступает, что говорит Солженицын на приеме в Сенате США. Недавно ваша страна пережила длительное вьетнамское испытание, утомившее и разделившее ваше общество. Часть ваших военнопленных, вернувшихся, рассказывали вам, что их пытали. Это лучшие ваши люди. Эти ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. В скобках аплодисменты. Где здесь Солженицын, родитель за справедливость, за правду, говорит о погибших вьетнамцах, о том, как напалмом сжигали детей мирное население. И не только там погибли, не только. Там погибли и корейцы, и китайцы, там было очень много людей других национальностей. Почему Солженицын об этом не говорит? И о вьетнамских солдатах, которые, кстати, очень многие потом покончили с собой, он говорит, это ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. Следующее. США, хотят они того или не хотят, поднялись на хребет мировой истории и несут на себе тяжесть руководства, если не всем миром, то доброй половиной его. Поэтому и вы, члены Сената и члены Палаты, представители, каждый из вас не рядовой член рядового парламента, но вы взнесены на особую высоту в современном виде. Как? США давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая в мире, страна в мире. Кто помогает больше всех и бескорыстно? США. Вы страна простора души, точка, щедрости, точка, великодушия, точка. Так вот, националистическая, антисемитская и кулацкая, это мое мнение, кулацкая по своему характеру позиция Сашу Ницена обернулась его корыстным угодничеством перед властью, хотя и другого государства. Это не напоминает некоторое такое конъюнктурное угодничество, которое было и в нашей стране перед властью 30-х годов и перед Сталином. Оно, может быть, наверное, было и позже, но, может быть, уже не с с таким градусом. Так вот, Солженицын явил этот тип писателя, который пытался конъюнктурно использовать власть для своих частных корыстных целей. Кстати, как-то на одной из дискуссий по поводу Солженицына я определила, я скажу достаточно жестко, литература Солженицына это кулакский метод в культуре, потому что кулак ориентирован на свой частный интерес, на укрепление, на усиление и своей собственности, и своей власти как собственности, а собственности как основы власти. Вот это еще один пример уже отношения к власти конъюнктурного. Теперь следующее. Художник как власть. В первой части этой лекции художника власть я рассмотрела тип отношения художник versus власть и рассмотрела на примере фильма Элема Климова Огония и на примере фильма Комиссар. Какие перипетии им пришлось пережить в отношениях с властью при создании этих и выпуска этих фильмов на экран. А здесь мы рассмотрели и конъюнктурный тип отношения художника власти, и тип сотрудничества художника и власти, и тип отношений конфликтов, причем не антагонистические, потому что между художником и властью были не только антагонистические на идейной почве конфликты. Вот теперь я посмотрела бы следующий тип отношений, когда художник становится властью. Как известно, Пятый съезд союза художников его называли революционным съездом, действительно, он революционный по своему значению, потому что там решался вопрос качественного изменения самой власти в кинематографическом сообществе. И теперь власть бюрократов, власть прежних мэтров кинематографа сменялась другими. Это достаточно такой темогромнейший. Вы почитайте стенограммы этого съезда или там шестого съезда. Там приведу пример, свидетелем которого я была лично. На шестом съезде союза кинематографистов Элим Климов сказал, что он очень давно хотел бы сделать фильм «Мастер Маргарита». Но вот нет денег. И кто-то из зала, видимо, какой-то предприниматель сказал, я готов дать эти деньги. Вы знаете, что ответил Элим Климов? А откуда эти деньги? Я должен знать, откуда эти деньги? То есть вопрос нравственного, моральный, не нравственный, вопрос моральной основы этих денег художников такого класса, как Элим Климов, такой этической позиции, и этот ряд можно, ряд таких имен можно продолжить, он существовал. Но это были люди еще советской такой этической позиции, но позиции не советской, советской позиции нет, позиции принципиальные по поводу того, что творчество должно делаться на основе этических принципов. Так вот, но на этом съезде было очень много важного, значительного, была дана критика, которая имела основание, но там было еще, я бы так сказал, то обратная сторона этого съезда, я называю тень Пятого съезда Союза кинематографистов. Ну, например, на этот съезд не был приглашен такой великий мастер советского кинематографа, как Сергей Федорович Бондарчук. Это имело трагическое значение для мастера. Вот, что об этом рассказал артист Андрей Харитонов, который снялся вместе с Сергеем Федоровичем Бондарчуком в фильме «Овод». Он писал так. «Мое отношение к Сергею Федоровичу было поистине святым, таким и осталось, поэтому кое-кому из ныне здравствующих их поведение по отношению к нему на пятом съезде кинематографистов я простить не могу. Года через два после того недоброй памяти съезда я увидел его интервью по телевидению и ужаснулся страшной догадки. Случилось непоправимое. В том интервью он вроде бы говорил спокойно, но по его мимике, взгляду, интонации, даже потому, как он держал голову, я понял, он получил такой удар под дых, после которого обрести здоровое дыхание практически невозможно. Прочту некоторые еще позиции тех, кто с ним вместе работал. Замечательная актриса Людмила Савельева писала там независимый сильный человек, до сих пор я оскорблена за него, да и за себя тоже. Михаил Пуговкин, я отлично помню, кто в первые годы перестройки поручил доброе имя Бондарчака, но как же свобода, тот улюлюкающий пятый съезд кинематографистов войдет в историю как съезд травли Бондарчука. Ирина Бондарчук с Копцева. После того демократического пятого съезда я долго не могла переступить порог дома кино. Карен Георгиевич Шахназаров, а он после пятого съезда Союза кинематографистов СССР пришел к убеждению, что он никому не нужен, что его все забыли. Таким горьким соображениями он поделился со мной. Али Хамраев, впервые я осиротил в пять лет, в феврале 42-го года, когда в боях под Ведьмой погиб мой отец, командир разведзвода, а до войны сценарист и актер Иргашалей Хамраев. И вот опять я осиротил, да разве только я. И надо сказать, вот этот трагический факт имел другую сторону, сторону взаимопомощи художника художнику. Я говорю о Карене Георгиевиче Шахназарове, генеральном директоре Мосфильма, который восстановил исходный материал фильма «Война и мир», которому к этому времени был просто в техническом отношении ветхим. И если бы не было бы вот этой реконструкции, реставрации этого кино, технической реставрации, но не технического решения, это решение, я бы сказала, связанное с спасением культуры, этот фильм имел бы плачевную судьбу. Так вот, будучи режиссером и властью в одном лице, Шахназаров делает все возможное, чтобы спасти фильм Бондарчука «От разрушений». Она была переведена в звуковую систему долги, были напечатаны новые копии фильма, но еще прежде Шахназаров успевает сделать последнюю передачу о Сергея Федоровича Бондарчуке. Столь необходимо было не только для режиссера, который, поддержавшего его в столь трудный период, но и для многомиллионной киноаудитории. Итак, мы видим, что отношения, когда художник становится властью, это не решает всех проблем. Если в условиях, когда власть представляет некое отчуждение, художники встречались в ресторанах, говорили о фильмах, там, за чаем, за рюмкой вина, говорили о фильмах, о творческих планах, то, когда художник становится властью, отношения между артистами, художниками, режиссерами попадают в ситуацию, когда, зайдя в кабинет, надо уже обращаться как к некому официальному лицу, как к некому представителю уже кинематографической власти. И то, что ты художник, это далеко не всегда была гарантия того, что ты не обрастешь, не обретешь эту природу бюрократа. Следующий момент. Мы говорили здесь о неких конфликтах, идеологических конфликтах между художником и властью, но эти отношения были и не только в советской системе, хотя надо уточнить все-таки справедливости ранее, что конфликты между художником и властью в СССР в основном были не на идеологической почве, они были на основе художественных решений, разногласия, разночтений, разного понимания, художественных методов в стиле, художественных решений, то есть они были все-таки связаны с художеством, с самим творчеством, и более того, сами художники, многие художники были коммунистами, не только потому, что у них были партийные билеты, нет, потому что по своей позиции, а стенографические, стенограммы съездов художников и пятого, и шестого, и еще более ранних, они как раз показывают озабоченность художника уже как граждан о культурной, о перспективах развития культуры Советского Союза, о развитиях искусства, о том, как это сделать достоянием всего общества. А вот теперь я приведу примеры, которые показывают достаточно жесткую конфронтацию между художниками, идеологическую конфронтацию между художниками властью. Вы знаете, что Джон Рид, его книга «Десять дней, которые потрясли мир вам хорошо известны», Рис Вильямс, Луиза Брайант и некоторые другие американцы, журналисты, писатели, которые находились в революционной России, они были вызваны, ну, можно сказать, почти на допрос на комиссию Вермена Сената Соединенных Штатов Америки, где, по сути, им ставились они должны были отчитаться и о своей поездке и обосновать собственные, скажем так, доказать право на свою позицию по отношению к революционным событиям в России. Голливудская, второй пример, Голливудская десятка, как травили коммунистов на фабрике грез. В 1947 году комиссия по расследованию антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США начала слушать, начались слушания о коммунистическом влиянии в американской киноиндустрии, для участия в которых из Голливуда и Вашингтоне вызвали на повестку 43 режиссера, сценариста и актера. Считается, что последовавшие за эти семь лет от обвинений в розовости, я даже не говорю в красном цвете, в розовости, пострадала карьера и репутация примерно трех тысяч человек, немало тех, кто был уволен и вообще выброшен за сферу этого вида деятельности. Еще один пример. Известный французский философ, писатель Жан-Поль Сарт вам хорошо известен как писатель, который отказался от Нобелевской премии. На вопрос почему, чем это вызвано, я в пересказе, поэтому может быть не совсем точно, но суть такова. Нобелевский комитет награждает по принципу, отбирает по принципу либо свой с запада, либо бунтарь с востока. Он считал, что премиум есть другие лица, которых можно было бы наградить Нобелевской премией. Это почему не наградили Неруду? Он, например, считал, что достойным награждения был Шолохов. Эти художники по своей коммунистической позиции не отвечали идеологам этого комитета. Вот в качестве заключения я хотела бы сделать такое обобщение. Вот те примеры, которые я привела, они показывают, что они взламывают такую, во-первых, мифологичность, во-вторых, показывают бедность либерального мифа об отношении художника и власти в СССР. Эти отношения богаче. Они показывают противоречие не только между художником и властью, не только самой властью, но и самого художника, когда его политическая, общественная позиция далеко вступает противоречие с его самим творчеством, которое чаще становилось более гуманным и побеждало, в итоге побеждало то искусство, которое снимало противоречие этой реальности, которое, или наоборот, показывало через призму человека, как наивысшей ценности, показывало противоречие реальности, противоречие самого творца истории, культуры, и пыталось, если не давать, не разрешать противоречия, то показывать вектор поиска разрешения этих противоречий. Мы видим, что в любом случае эти конфликты были глубоко содержательными, в отличие от сегодня, когда капитал, диктатура капитала все суживает до общего. Деньги есть, ты снимаешь. Неважно, художник, ты не художник. Денег нет, будь сто раз ты великим, талантливым художником, тебе фильма не сделать. Но в итоге, в итоге, во всех конфликтах художника и власти, художника и художника, и художника самим с собою как гражданином, как общественным субъектом, побеждало то искусство, которое горький, я бы сказала так, устами Елены, жены Протасова, в «Детях солнца» сказал следующее, мне очень понравилось. Искусство должно облагораживать людей. Жизнь трудна. Человек часто устает жить. Жизнь груба, да, на чем отдохнуть в душе? Красивая редко, но когда оно истинно красивое, оно согревает мне душу, как солнце, вдруг осиявшее пасмурный день. Нужно, чтобы в искусстве отражалось вечное стремление человека вдаль, к высоте. Когда это стремление есть в художнике, и когда он верует в солнечную силу красоты, я отдохну и снова захочу работы, счастья в жизни. Вот искусство, которое позволяет человек выпрямиться в полный рост, обрести мечту, определить, найти ту траекторию движения, которая будет отвечать к развитию человека, культуры, общества. Вот это искусство в Советском Союзе было. Это искусство помогало, помогало людям в самые трудные периоды жизни. И это искусство помогало людям не только Советского Союза. Советская культура была всемирной формой культуры, всемирной. Неслучайно музыка, музыку, песню из фильма «Веселые ребята» пели отряды французского сопротивления. Когда фильм «Чапаев» испанские бойцы, антифашисты с режимом Франка носили в своих сумках. Вот когда песня «Широка страна моя родная» исполняли 9 тысяч англичан в Лондоне. Вот культура, советская культура как всемирная форма культуры позволила нам создать коммунизм. То есть мы создали, можно сказать так, это вот мое заключение, мы создали культуру как коммунизм. Теперь задача создать коммунизм как культуру. Но это вызов огромный не только России, всему миру. Спасибо. .